Аномалии развития мочевого пузыря. Среди аномалий мочевого пузыря различают экстрофию мочевого пузыря, аномалии урахуса, агенезию, удвоение мочевого пузыря, дивертикулу мочевого пузыря и врожденную контрактуру шейки мочевого пузыря, болезнь Мариона. Экстрофия мочевого пузыря это врожденная аномалия развития мочеполовой системы. Зачастую эта патология сочетается с пороками развития уретры в виде эписподии и расщеплением лобковых костей. Экстрофия мочевого пузыря представляет собой наиболее тяжелый порог развития в урологии и заключается в отсутствии передней стенки мочевого пузыря и соответствующей ей передней брюшной стенке. Вероятность развития экстрофии мочевого пузыря 1 к 30 тысячам. Эта патология в два раза чаще встречается у девочек. В случае, если у первого ребенка была такая патология, то риск повторного рождения ребенка с экстрофией мочевого пузыря выше. Симптомы. Экстрофия мочевого пузыря. Это аномалия, при которой отмечается отсутствие передней стенки мочевого пузыря и части стенки живота. Эта аномалия сочетается также и с другой аномалией, отсутствием передней стенки уретры. Экстрофия мочевого пузыря распознается практически сразу же после рождения. Моча при такой аномалии изливается наружу. Кроме аномалий мочеполовой системы, эта патология сочетается и с расщеплением костей лонного сочленения, что проявляется так называемой утиной походкой. Дети с экстрофией мочевого пузыря бывают лишены нормальной возможности играть со сверстниками и контактировать с ними. Постоянное соприкосновение слизистой оболочки мочевого пузыря и уретры с внешней средой способствует быстрому появлению инфекционного воспаления в почках, пиелонефрита. При натуживании, при смехе, крики, плач и стенка мочевого пузыря значительно выпячивается, в результате чего изливание мочи становится больше. Кроме указанной выше сопутствующей патологии, экстрофия мочевого пузыря может сопровождаться паховой грыжей, крипторхизмом у мальчиков, пороками развития верхних и нижних мочевых путей, выпадением прямой кишки, ее слизистой оболочки, а у девочек удвоением влагалища, аномалиями развития матки и т.д. При экстрофии мочевого пузыря отмечается также и пузырно-мочеточниковый рефлюкс, что сопровождается развитием гидронефроза. Лечение экстрофии мочевого пузыря. Сейчас наиболее приемлемым возрастом для оперативного лечения этой патологии считается период до 2-3 лет. Существует большое число различных методов операций при экстрофии мочевого пузыря. В целом можно выделить три группы вмешательств. Реконструктивно-пластические операции. Целью этих операций является пластика передней стенки мочевого пузыря и брюшной стенки при помощи местных тканей, то есть собственных тканей больного, либо использование пластических материалов. Пересадка мочеточников. Пересадка мочеточников отдельно или вместе с мочепузырным треугольником в прямую кишку. При этом может быть создан и механизм, препятствующий рефлюксу, обратному забросу мочи. Аномалии урахуса. Урахус представляет собой мочевой проток, который соединяет формирующийся мочевой пузырь через пуповину с околоплодными водами в период внутриутробного развития плода. Обычно к моменту рождения ребенка этот мочевой проток зарастает. При порогах развития мочевой проток может зарастать полностью. Это проявляется следующими аномалиями. Пупочный свиш. При этой патологии имеет место незаращение части урахуса в области пупка. При этом ранка пупка постоянно мокнет, что приводит к раздражению кожи вокруг нее при соединении инфекции. Пузырно-пупочный свиш. Это полное незаращение урахуса. В этом случае происходит постоянное выделение мочи из ранки пупка. Киста урахуса. Это незаращение средней части урахуса. Эта аномалия трудно поддается диагностике. Кисту можно прощупать через стенку живота. Лечение пузырно-пупочного свиша и кисты урахуса. Лечение такой патологии обычно оперативное. Операция при этом выполняется в 6-месячном возрасте и старше. Во время операции производится удаление кисты или свиша и закрытие образовавшегося дефекта. Пупочный свиш вначале лечится консервативно. При этом он обрабатывается раствором марганцовки или бриллиантовой зелени, то есть обычной зеленки. При неэффективности такого консервативного лечения проводится оперативное иссечение свиша. Агенезия мочевого пузыря. При этой аномалии имеет место полное отсутствие мочевого пузыря. Зачастую такой порог сочетается с другими порогами развития, которые несовместимы с жизнью. Удвоение мочевого пузыря. Удвоение мочевого пузыря – это аномалия, которая является второй по редкости среди порогов развития мочевого пузыря после его врожденного отсутствия. При этой аномалии в полости мочевого пузыря имеется перегородка, которая разделяет его на две части. В каждую из этих частей мочевого пузыря открывается устье мочеточника. Иногда данная аномалия может сопровождаться удвоением уретры и наличием двух шеек мочевого пузыря. Иногда перегородка может быть неполной и таким образом имеет место двухкамерный мочевой пузырь. Дивертикулы мочевого пузыря. Дивертикул – это мешковидное выпячивание стенки любого полого органа наружу. Дивертикулы мочевого пузыря могут быть врожденными и приобретенными, одиночными и множественными. Причинами возникновения приобретенных дивертикулов в основном являются нарушения и затруднения оттока мочи из мочевого пузыря. Это может быть аденома простаты или хронический простатит, структуры уретры, камни уретры и мочевого пузыря. Перерастяжение стенки мочевого пузыря, особенно на фоне воспаления, приводит к ее истончению и выпячиванию. Дивертикулы могут быть истинными и ложными. При истинных дивертикулах в стенке дивертикула имеются все слои, присущие стенке мочевого пузыря. При ложном дивертикуле отмечается как бы грыжевое выпячивание слизистой внутренней оболочки мочевого пузыря сквозь мышечные волокна мочевого пузыря. Чаще всего дивертикулы располагаются на задней боковой стенке мочевого пузыря. Лечение дивертикула хирургическое. Оно заключается в иссечении дивертикула и ушивании стенки. В случае большой площади получившегося дефекта мочевого пузыря производится его пластика. В настоящее время применяются и эндоскопические методы лечения дивертикулов мочевого пузыря. Врожденная контрактура шейки мочевого пузыря – болезнь Мариона. При контрактуре шейки мочевого пузыря в его стенке в области шейки пузыря образуется избыточное количество соединительной ткани, так называемый фиброз. Этот фиброз может быть разной степени выраженности. При небольшой степени отмечается некоторое затруднение мочеиспускания. В случае значительного фиброза в области шейки мочевого пузыря отмечается выраженное нарушение оттока мочи из него, что может проявляться пузырно-мочеточниковым рефлюксом, инфицированием мочевыводящих путей и развитием воспаления от цистита до пиелонефрита, а также нарушением функции почек в виде гидроцепонефроза. Диагностика контрактуры шейки мочевого пузыря. Диагностика контрактуры шейки мочевого пузыря основана на результатах инструментального исследования с помощью БУЖА урофлометрии в сочетании с цистоманометрией. Лечение контрактуры шейки мочевого пузыря. Лечение контрактуры шейки мочевого пузыря заключается в рассечении данной стриктуры. Аномалии развития уретры К порогам развития мочеиспускательного канала относятся гипосподия, эписподия, врожденные клапаны, облитерации, стриктуры, дивертикулы и кисты уретры, гипертрофия семенного бугорка, удвоение уретры, уретропрямокишечные свищи и выпадение слизистой мочеиспускательного канала. Гипосподия – это врожденное отсутствие участка переднего отдела мочеиспускательного канала с замещением недостающей части плотным соединительно-тканным тяжом, хордой, и искривлением полового члена назад, в сторону мошонки. Данная аномалия встречается с частотой 1 к 300 новорожденным. По сути, гипосподия сочетается с аномальным строением полового члена. Он, как правило, анатомически недоразвит, маленький, тонкий, сильно изогнут в дорсальном направлении. Изгиб особенно выражен при эрекции. Угол искривления может быть настолько велик, что половая жизнь становится невозможной. Обычно крайняя плоть расщеплена и покрывает головку в виде капюшона. Может иметь место миатостиноз. Выделяют головчатую, наиболее частое, венечную, стволовую, мошоночную и промежуточную гипосподию. Первые две формы наиболее легкие и мало отличаются друг от друга. Они характеризуются расположением наружного отверстия уретры на уровне головки или венечной борозды и незначительным искривлением полового члена. Тволовая форма характеризуется расположением наружного отверстия уретры в разных частях полового члена. Эписподия. Врожденное расщепление по передней поверхности всего или части мочеиспускательного канала. Открытый кпереди данный участок уретры вместе с пещеристыми телами создают характерный желобок, проходящий по дорсальной части полового члена. Данная аномалия встречается гораздо реже, чем гипосподия и в среднем выявляется у одного из 50 тысяч новорожденных. Соотношение между мальчиками и девочками составляет 3 к 1. У мальчиков различают три вида эписподии – головчатую, стволовую и тотальную. Эписподия головки полового члена характеризуется тем, что передняя стенка уретры расщеплена до венечной бороздки. Половой член незначительно искривлен и приподнят вверх. Мочеиспускание и эрекция при данной форме эписподии обычно не нарушены. Стволовая форма характеризуется тем, что передняя стенка уретры расщеплена на протяжении всего полового члена до области перехода кожи в лобковую область. При данной форме эписподии отмечается расщепление лобкового симфиза, а иногда и расхождение мышц живота. Половой член укорочен и изогнут в сторону передней брюшной стенки. Отверстие уретры имеет форму воронки. При мочеиспускании струя направлена вверх, моча разбрызгивается, что приводит к намоканию одежды. Половая жизнь невозможна, так как половой член небольших размеров и во время эрекции сильно искривлен. Тотальная или полная эписподия, кроме расщепления передней стенки уретры, характеризуется расщеплением сфинктера мочевого пузыря. Уретры имеет вид воронки и расположена сразу под лоном. Эта форма характеризуется недержанием мочи из-за недоразвития сфинктера мочевого пузыря. Постоянное подтекание мочи приводит к раздражению кожи в области мошонки и промежности. Развивается дерматит, нарушается нормальная социальная адаптация ребенка в обществе сверстников. Отмечается недоразвитие полового члена и мошонки. Эписподия девочек встречается реже, чем у мальчиков. Выделяют три ее формы. Клиторная эписподия характеризуется только расщеплением клитора. Наружное отверстие уретры смещено вверх и открывается над ним. Мочеиспускание не нарушено. При субсимфизарной форме отмечается расщепление уретры до шейки мочевого пузыря и расщепление клитора. Наиболее тяжелой является полная эписподия, при которой отсутствует передняя стенка мочеспускательного канала и шейки мочевого пузыря. А наружное отверстие уретры располагается позади лобкового симфиза. Отмечается расщепление лонного сочленения и сфинктера мочевого пузыря, что проявляется утиной походкой и недержанием мочи. У большинства больных с эписподией емкость мочевого пузыря уменьшена. Оперативное лечение эписподии проводится в первые годы жизни. Оно заключается в реконструкции уретры и устранении искривления полового члена. Врожденные клапаны уретры. Это наличие в ее проксимальном отделе выраженных складок слизистой, выступающих в просвет мочеиспускательного канала в виде перемычек. Данная аномалия чаще встречается у мальчиков. Клапаны уретры нарушают нормальное мочеиспускание, затрудняют опорожнение мочевого пузыря, приводят к появлению остаточной мочи, развитию гидроуретронефроза и хронического пиелонефрита. Лечение клапанов уретры эндоскопическое. Врожденная облитерация мочеиспускательного канала встречается крайне редко. Всегда сочетается с другими аномалиями, часто несовместимыми с жизнью. Врожденная структура уретры. Редкая аномалия, при которой имеется рубцовое сужение ее просвета, приводящее к нарушениям мочеиспускания. Врожденный дивертикул уретры. Также редкий порог развития, заключающийся в наличии межковидного выпячивания задней стенки мочеиспускательного канала. Чаще локализуется в переднем отделе уретры. Проявляется дизурией и выделением капель мочи после окончания акта мочеиспускания. Диагноз устанавливается на основании уретрографии и уретроскопии. Лечение заключается в иссечении дивертикула. Удвоение уретры. Это редкий порог развития. Оно бывает полным и неполным. Полное удвоение сочетается с удвоением полового члена. Чаще встречается неполное удвоение уретры. В большинстве случаев дополнительный мочеиспускательный канал заканчивается слепо. Дополнительное уретро всегда имеет недоразвитое пещеристое тело. Уретро прямокишечные свищи. Это редкий порог развития, который почти всегда сочетается с атрозией заднего прохода. Возникает в результате недоразвития мочи прямокишечной перегородки. Выпадение слизистой мочеиспускательного канала. Это также редкая аномалия. Выпавшая слизистая из-за нарушения микроциркуляции имеет синюшный оттенок, иногда кровоточит. Лечение оперативное. Врожденные кисты уретры развиваются в результате облитерации выводных отверстий бульбоуретральных желез. Преимущественно локализуются в области луковицы мочеиспускательного канала. Их удаляют оперативным путем. Преимущественно локализуются в области луковицы мочеиспускательного канала. Преимущественно локализуются в области луковицы мочеиспускательного канала. Преимущественно локализуются в области луковицы мочеиспускательного канала. Продолжение следует...